Добрый день, добрый вечер и доброе утро, где бы вы ни были и когда бы вы это не смотрели. Меня зовут Довинчи Джерми, и я нахожусь в Добае. Вернулся домой и рад быть здесь. Наслаждаюсь временем и даже сделал видео в ТикТок с Крисом. Это ещё одно эпичное видео, которое сделал Крис. Мы уже несколько видео записали, которые стали довольно вирусными в ТикТоке. Обязательно гляньте их, они прям... Вау. Они короткие и забавные, так что да, обязательно их зацените. И мы также запишем ещё парочку ТикТоков на мой канал. Так что да, подписывайтесь на мой ТикТок. И также на мои другие социальные сети. Например, Твиттер, Инстаграм. И также присоединяйтесь на Фейсбуке, на Винчи Джерми. У меня открыта моя страница на Фейсбуке. Потому что я... не такой уж и большой фанат Фейсбука. И не особо много выкладываю туда личные информации. Так что если хотите, можете заценить мой Фейсбук. Окей, что ж. Давайте немножечко потрещим про новости сегодня. Люблю делать эти видео, потому что всегда есть что-то интересное, о чём можно было бы поговорить. Клёвые вещи, которые люди даже не осознают. Они читают новости и даже не осознают, насколько они важны. А я рассказываю им про эту важность. И именно поэтому многие люди учатся на этих новостных выпусках. И надеюсь, что вы тоже. И именно поэтому я их люблю. Они помогают мне напомнить вам о том, что действительно происходит. И это клёво. Окей, что ж. Давайте переходить на само шоу. Помните, что если я скажу что-то про покупку каких-либо криптовалют, это не финансовый совет. Пожалуйста, изучайте всё сами перед тем, как куда-либо вкладываться. Итак, начинаем, как обычно, с криптопузырей. Потому что я любитель пожилой леди. А у маленькой пожилой леди нет времени торговать каждый день. Выставлять фибоначи, делать какие-то таблицы, вырисовывать все эти штуки на графиках, анализировать... Не-не-не-не-не. Она просто любит покупать на низах и затем продавать на удвоении. И всё это в паре с биткоином. Потому что маленькая леди, она понимает, что биткоин будет деньгами. И она хочет иметь больше биткоина, а не долларов. Так что, если вы хотите изучить стратегию маленькой пожилой леди, и да, я знаю, что её нужно будет переделать. Но всё же, эти старые видео до сих пор доступны, при этом совершенно бесплатны. Так что переходите и смотрите их. Сингапурский банк DBS планирует амбициозные планы по цифровым биржам. И вот что планируют все эти банки. Они просто смотрят на Байнанс. Блин, а эти парни делают много денег там. А я тоже хочу кусок. Потому что, да, Байнанс прям неплохо справляется. И то же самое на Коинбейс. И они, конечно, хотят кусок этого. Потому что это будущее денег, и они знают об этом. И они хотят быть частью этого. Так что, да, они откроют биржу, скорее всего, для людей, которые находятся в Сингапуре, и хотят торговать. И, скорее всего, торговать там смогут аккредитованные инвесторы, которые супербогатые, и это не вы. Так что, да, именно поэтому они не будут настолько же успешными, как Бинанс. Но всё же денег они сделают. Окей, Сальвадор освобождает иностранных инвесторов от налога на прибыль в биткоинах. Знаете, когда я прочитал это, я также прочитал следующую новость про 11 стран, которые не берут налоги на прибыль в биткоине. Вообще, налоги на капитал это налоги, которые, по сути, являются криминалом. Стоит понимать, что в большинстве случаев, когда происходит прирост капитала, и это не касается биткоина, вы получаете эту прибыль за счёт инфляции. Цены растут, а это значит, что и цена вашего актива увеличивается. И вот что на самом деле происходит, когда ваш прирост капитала облагается налогом. Задумайтесь, если я продаю эту серебряную монету, и мой доход облагается налогом, то затем я не смогу пойти и купить такую же монету. В любой ситуации ничего не меняется. Хочу ли я купить эту монету или продать её, а затем снова её купить. Хотя так было бы честно, по сути. Я должен потерять только небольшой процент из-за торговой комиссии, но это совсем небольшое количество. Но я не должен терять 50% моих денег. С какой это стати? В большинстве законов прописано 50% или 35%. Но какая разница? Это просто дьявольский налог. Вы не можете купить ту же самую вещь, продав её. И единственная причина, по которой вы получаете больше денег, заключается в том, что они печатают больше. Просто задумайтесь. Я уверен, что многие не в курсе. Но вот и так очевидно для меня. Я чётко понимаю, что этот налог на рост капитала худшее, что могло произойти. И его быть не должно. Я рад, что в 11 странах его вообще нет. Надеюсь, вы узнали что-то новое. Ладно, идём дальше. Ценные бумаги казначейства США ушли в минус. Не помню такого, чтобы я видел это собственными глазами. Стойте, они ушли в минус в феврале 2020-го? Что? Я не знал об этом. Но если это действительно правда, то мне очень хочется спросить вас. Ответьте в комментариях, обязательно. Кто из вас хочет взять бумагу на 30 лет, с которой вы получите меньше денег? И ещё нужно учитывать инфляцию. Поднимите руку, кто такого хочет. Мне кажется, что никто из вас не захочет. Ни за что на свете. Так кто же покупает эти облигации? Да, вы правы. Центральный банк. Там их скупают, и там их держат. И это вызывает инфляцию. Если вы переместитесь в прошлое, ну, например, лет на 10 назад, получается, это был 2011-й год, и сказали бы, что цена с нуля упадёт и будет отрицательной в будущем, то вас бы назвали сумасшедшим и заявили бы, что это невозможно. Ну, и 10 лет назад, когда цена была на нуле, вам ещё могли хоть как-то поверить, но если улететь дальше, на 30 лет, то люди бы вас запихнули в психушку. Потому что тогда ваши слова не имели бы смысла. И вот, что у нас сегодня. Я когда говорю, что скоро начнётся гиперинфляция, и, скорее всего, очень скоро валюты обрушатся, и биткоин будет стоить 1,2 миллиона, просто посмотрите вот на этот график. Именно поэтому я не понимаю людей, которые просят оплату в долларах, а не в биткоинах. Наверное, вы что-то курите, если хотите держать доллары. Что-то очень плохое. Лучше бросить это. Наркотики вредят здоровью. Бросайте наркотики и вливайтесь в биткоин. Срочные новости. Индийское правительство больше склоняется к налогу на криптовалюту, а не к запрету. Это гениальная идея. Давайте посмотрим. Мы можем запретить, но люди всё равно будут использовать криптовалюту. Или же мы им разрешим это делать и будем облагать налогом. Боже, как же ты любишь правительство. Но они ужасно тупые. Тут просто нечего добавить, они тупые. Именно поэтому они создают тупые законы. Затем они понимают, что это тупо. Может быть, в этом случае они хотя бы их изменят. Итак, давайте перейдём к этому графику. Он показывает настроение на рынке. Мы видим, что показатель стал отрицательным. Все боятся, все дампят биткоин и боятся того, что цена идёт к новому падению, к новой нижней планке. Боятся, что всё заканчивается. Этот индикатор может показывать, что скоро будет памп в ближайшем будущем. Сейчас показатель на рекордно нижнем значении. Так, моя голова, наверное, мешает, сейчас уберу. Так вот, это может значить, что скоро будет памп на биткоине. И мы, кстати, разбирали такую возможность сегодня, когда анализировали графики и отмечали бычью дивергенцию на подходе к этой линии тренда. Поэтому я не удивлюсь, если после небольшой коррекции цена взлетит. Хедж-фонды тоже вливаются. Они поняли, что цена биткоина растёт, и им тоже захотелось купить себе такой. Этим они сейчас и занимаются. И, кстати, о человеке, который покупает биткоин из-за роста цены. Но он здесь не из-за цены, он за технологию. Он купил 5050 биткоинов. Почти за 250 миллионов долларов. Скорее всего, он занял их. Мне интересно узнать о Мэйклай, есть ли у него одежда или что-то такое в доме. Есть ли у него собственность вообще. Мне кажется, что он продал вообще всё, включая раковину на кухне и его мать и отца, просто чтобы купить биткоин. Он уж точно по полной вложился. Прям фанатичный ходлер. А почему же так? Ответ очень прост. Потому что биткоин реален, биткоин останется, и вам нужно быть его частью, как Майкл Сейлор. До скорого. До скорого. Продолжение следует...